Добрый вечер. На федеральном уровне принято беспрецедентное решение. Именно первичный, если угодно, уровень медицины насытят деньгами, миллиардами, сотнями миллиардов. Но как это все отразится на нашем с вами здоровье? Поговорим сегодня в студии программы «Здесь и сейчас» директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Анина. Татьяна Юрьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас на экранах появятся номера нашей студии. Вы можете позвонить и задать вопрос. Набирайте, не стесняйтесь. Прежде чем мы начнем говорить о будущих, все-таки, конечно, стоит вспомнить прошлое. Тем более, все так живо. И год 20-й очень тяжелый. Как в территориальном фонде обязательного медицинского страхования оценивают свою работу и работу тех больниц, что встретили эту угрозу лицом к лицу? Я не могу сказать, что мы очень... Нет, мы критично относимся, конечно, к нашей деятельности. И к деятельности наших медицинских организаций. Но на уровне федерации, вот на прошлую пятницу у нас было совещание в Министерстве здравоохранения. Владимирская область не выглядит плохишом. Мы такие твердые середнячки. И на все вызовы, которые были в течение 2020 года, Владимирское здравоохранение отвечало адекватно. Медики старались. И исполнительная власть тоже прилагала все необходимые усилия. Ну, а территориальный фонд обязательного медицинского страхования, как один из источников финансирования в оплате медицинской помощи населению, конечно, тоже не оставался в стороне. На федеральном уровне принято решение, что средства фонда обязательного медицинского страхования, которые получают больницы, расходовать можно не только на то, что обычно расходуют. Потому что есть у больницы, это, как правило, большие комплексы, самые разные расходы. Это сейчас такой снегопаток актуальный. Жилищно-коммунальные, да? Или просто коммунальные. Оплата налогов и так далее и тому подобное. Еще у кого-то бывают кредиторские задолженности. То есть так в нашей стране может оказаться, что больница банкрот. Вот во Владимирской области приходилось пользоваться этой новой возможностью? Ну, это не просто мы использовали эту возможность. Мы были обязаны исполнять постановление правительства, которое было издано в марте месяце, для того, чтобы наши медицинские организации имели подушку безопасности, финансовую подушку безопасности. Система обязательного медицинского страхования направляла им деньги, независимо от объема, оказанной медицинской помощи, в объеме 1,12 от тех финансовых планов, которые были установлены. Почему было принято такое решение? Потому что вы же помните, насколько тяжело вообще страна и все субъекты входили в первый этап коронавируса. И тогда Роспотребнадзор и, соответственно, главы субъектов приостановили плановую медицинскую помощь в оказании амбулаторной помощи и даже в стационаре. Хоть эта мера и была временной, но она все-таки продлилась несколько месяцев. И, конечно, государство не могло оставить медиков без зарплаты, потому что система обязательного медицинского страхования, но она такова. Сколько зарабатывают, столько и получают. Поэтому было авансирование медицинских организаций, независимо от того, сколько и в каком объеме оказывалась медицинская помощь. И, конечно, система обязательного медицинского страхования, я считаю, адекватна и достаточно быстро сориентировалась в том, чтобы установить достаточно высокие тарифы на оплату и ковидной помощи населению. Поскольку вирус этот предполагал целый комплекс медицинских препаратов, как правило, дорогостоящих, поэтому в системе ОМС были изысканы средства для того, чтобы установить достаточно высокие тарифы. Я считаю, что нашим медицинским организациям это помогло все-таки тоже в том числе справиться с вот этой проблемой. Редакция телеканала «Губерния-33» подготовила справку о некоторых итогах работы территориального фонда. В прошлом году предлагаю на нее отвлечься. На оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 2020 году во Владимирской области было направлено больше 17 миллиардов рублей. Объем финансирования оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями составил 2 миллиарда 359 миллионов рублей. Больше 54 миллионов рублей было выделено на диагностику онкологических заболеваний. На реабилитацию пациентов в стационарах региона – почти 250 миллионов рублей. Общая стоимость диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в прошлом году составила почти полтора миллиарда рублей. На лечение больных COVID-19 в стационарах направили 1 миллиард 225 миллионов рублей. На тестирование пациентов – почти 189 миллионов. Оказание скорой медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией обошлось почти в 4 миллиона рублей. То из немногого, что не останавливалось во время первой волны пандемии, потому что остановить физически эту помощь было нельзя. И напротив, в общем-то, некоторые клиники крупные даже получили критику, что приходилось сдавать тесты, и это было понятно. Если в такую больницу занесешь ковид, то, в общем, это тоже ничем хорошим не закончится. Можно ли назвать эту помощь? Если мы сейчас отвлечемся на помощь онкодиспансерам и другим клиникам, которые борются с раком, эту помощь можно беспрецедентной назвать? Да, конечно. Во-первых, онкологическая помощь действительно не приостанавливалась. Требования, которые Федерация выработала два года назад, они остались. И в период пандемии, я думаю, что даже, пожалуй, они как-то и усилились. И те схемы химиотерапии, которые еще два года назад были недоступны большому количеству населения, сейчас они вполне доступны именно с точки зрения финансового обеспечения. Огромная сумма денег тратится, помощь не была приостановлена, и она, поскольку денег достаточно много выделяется, она была по-прежнему под контролем врачей-экспертов. Особенно химиотерапии, 100% случаев, которые были по химиотерапии оказаны медицинской помощи, они все подвергались экспертизе. То есть в этом направлении не приостанавливалась работа нигде и ни у кого. Ни у территориального фонда, ни у врачей-экспертов, ни у медицинских организаций, которые эту онкологическую помощь выполняют. Неотложная медицинская помощь, естественно, не приостанавливалась тоже. Скорая медицинская помощь даже и укрепилась финансово, скажем так. И я хочу сказать, что и даже высокотехнологичная медицинская помощь на уровне федеральных клиник, московских клиник, наших медицинских организаций тоже была в достаточно большом объеме. Миллиард 234 миллиона мы потратили на оплату этой помощи. Более чем 7,5 тысяч пациентов ее получили. Ни отказов, ни каких-то жалоб и каких-то особых претензий на оказание этой медицинской помощи фонд не зарегистрировал. Ни страховые медицинские организации, ни территориальный фонд не фиксировали какого-то особенного недовольства и каких-то жалоб. То есть средства государство предусматривает действительно большие. Я хочу сказать, что и в 2021 году нормативы на оказание онкологической помощи еще увеличены. Поэтому здесь должна быть работа совместно и с департаментом, и с медицинскими организациями, которые оказывают эту помощь, должна быть, ну, я думаю, что на высоте. Она должна быть налажена безупречно. А вот сейчас, по-моему, 550 миллиардов заготовлено на реализацию программы модернизации первичного звена. Конечно, это тоже очень сложно представить, даже такое количество нулей. Это в целом по стране. Я понимаю, что региону нашему тоже что-то достанется. Да, за эту работу отвечает облздрав, контролирует ее, конечно, и федеральный уровень, понятно, что будет контролировать и общественность. Фонд ОМС в этой работе задействован. За какую часть работы вы будете отвечать? Я понимаю, что это деньги, соответственно, куда они пойдут? Ну, честно говоря, это полномочия не системы обязательного медицинского страхования. Потому что фонд и система ОМС оплачивает оказание медицинской помощи. Все, что предусмотрено на уровне Российской Федерации на первичное звено, это капитальные вложения. Это чрезвычайно большие суммы для того, чтобы система их потянула. Поэтому это отдельные деньги, которые идут из Федерации со финансированием субъектов. Будут приобретены автомобили скорой помощи, этот транспорт очень быстро изнашивается. Будут отремонтированы поликлиники, стационары, крыши, входные группы. Бережливые поликлиники должны везде заработать. Ведь вы понимаете, что на фоне того, что частные медицинские организации появляются, вот несколько обветшавший, может быть, не очень современный фон наших медицинских организаций, где оказывают действительно хорошую, квалифицированную медицинскую помощь, ну, как-то он немножко не вяжется с тем, что мы делаем. Поэтому наши медицинские организации, государственные системы должны стать конкурентными, и даже в этом смысле. Потому что человеку, конечно, приятно получать медицинскую помощь там, где современно, красиво, где нет очередей, где работает электронная медицинская карта, где за тебя бумаг нет, за тебя их все носят специальные работники. Ведь мы вот к этому идем, для того, чтобы качество, даже обслуживание, оно было на хорошем, достойном, современном уровне. Наша память, она, в общем, короткая. Если вспомнить, какими были больницы 2-3, поликлиники, конечно, 2-3 года назад, это на самом деле небо и земля. Это вложение в их внешний вид, а претензии-то у жителей были как раз к этому, да. Как раз к этому. Цвет стен вот этот вот советский надоел, да, очереди надоели, понятно. Ну, сейчас, я в соцсетях читаю, мне не нахамили в больнице, я в шоке, да. Вот на самом деле медицина изменилась, другое дело, что ряд претензий осталось. Я очень довольна, что вы это говорите. И в первую очередь прошла информатизация. Да, не все могут пользоваться электронными сервисами, да, они зависают, да, их обновляют иногда не в лучшую сторону, как хотелось бы, но в итоге, в итоге прогресс налицо. Глобальная система все равно, она возьмет свое. Без этого невозможно. А современным людям, даже детям нашим, уже действительно тоже невозможно. Но вот в части оборудования я бы тоже хотела сказать, если мы, средства обязательного медицинского страхования, не вкладываются в таком там глобальном масштабе, тем не менее у фонда всегда есть определенная сумма нормированного страхового запаса, который тоже тратится на приобретение оборудования больницами, на небольшие, может быть, ремонты и на повышение квалификации медицинских работников. 280 миллионов в прошлом году из территориального фонда ушло на приобретение оборудования. Более 400 единиц оборудования больницы и поликлиники сумели приобрести. То есть фонд платит за то, что это оборудование купили, и фонд платит за то, как на нем работают? Фонд контролирует, как на нем работают. Качество оказания помощи – это наше все. Мы с удовольствием отдаем деньги медицинским организациям. Это политика федерального фонда, которая переходит как бы и на территориальный уровень, и говорю откровенно, мы с удовольствием отдаем. Но мы все-таки просим и требуем, чтобы оказание медицинской помощи было достойным и качественным. Как вы это контролируете? Вот, допустим, пациент жалуется. Войдите в коридор поликлиники, вы эти жалобы услышите. Но, как правило, за пределы этого коридора или кабинета главврача, они не уходят. Они должны доходить до вас. Конечно, конечно. Ну, вы знаете, как у нас уже за годы работы в системе обязательного медицинского страхования сложилась определенная тоже статистика в обращениях и в жалобах. Все-таки мы подразделяем обращения и жалобы. Потому что очень много вопросов каких-то уточняющих. Где взять полис, какой поставить штамп, куда пойти, где мне окажут такую помощь, где другую. Как я могу эту справку получить? Как я могу этот рецепт? Это одна история. Это мы все-таки считаем обращениями. И, конечно, есть и жалобы. И я не могу сказать, что количество жалоб уменьшается. Но мы же должны с вами тоже делать скидку на доступность и возможности у людей в этих обращениях. Потому что можно обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. У нас специальная служба создана. Она действует несколько уже лет. В страховых медицинских организациях контакт-центры, когда застрахованный может позвонить и написать письменно жалобу, и по электронной почте отправить. Поэтому количество жалоб, конечно, растет. Я не считаю, что это плохо. Это абсолютно нормально. Мы научились пользоваться полисом. Мы его воспринимаем. Это пропуск в больницу. Нас без пропуска не пустят. Правильно. А на самом деле все гораздо сложнее. Как полис работает? Полис работает... Полис – это гарантия. Гарантия, во-первых, бесплатного оказания медицинской помощи. Ведь вы заметите, что в системе обязательного медицинского страхования работают не только государственные учреждения, но и частные. Правда, не все оказывается медицинской помощи по полису. Но здесь еще и желание и стремление самих частных медицинских организаций. Они какие-то виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования хотят оказывать, какие-то – нет. Ну, бог с ними, но это все равно помощь для государственной системы. Это немножко ее разгружает. Но человек-то, получающий медицинскую помощь, что в государственной, что в частной системе, может равноценно пожаловаться на оказание этой медицинской помощи. Вот полис работает таким образом. Есть в системе обязательного медицинского страхования определенные средства экспертов, врачей-экспертов, которые, невзирая на наличие жалоб или отсутствие жалоб, проводят экспертизы качества показания медицинской помощи. И это кому-то нравится или не нравится, но когда государство платит деньги, качество должно быть под контролем. Поэтому, если медицинская организация отступает в оказание медицинской помощи от стандартов, от порядков и от правил, или недовольство пациента подтверждается на основании жалобы, то медицинская организация получает штрафные санкции, финансовые санкции. Они теряют, платят рублю. Это есть. В общем, жалоб, сколько я понимаю, можно и в свою страховую компанию. Мы не привыкли, мы не так внимательно читаем, что написано в полисе, но такая возможность тоже есть. Но это иллюзия, что люди не знают. Люди давно уже все знают. И знают и телефоны, и контакты всех трех страховых медицинских организаций, которые на территории Владимирской области работают. В полисе у каждого человека написано название этой компании. У нас их три. Капитал медицинской страхования, Ингострах М и Макс М. Поэтому, пожалуйста, территориальный фонд или страховые медицинские организации, мы все готовы выслушать, принять жалобы и адекватно отреагировать. Это не проблема. Есть технологии, есть навыки, есть специально обученные люди. Желание частных компаний, частных клиник, поликлиник, больниц работать в системе ОМС. Оно действительно понятно. Это стабильный поток денег. Другое дело, что может быть расценки совершенно иные. Вот мне сейчас портал госуслуги и наши региональные сервисы позволяют оценить, во сколько обходится мой прием. Сходил я к терапевту, я вижу стоимость этого приема для больницы. Она получит 122 рубля. Ну, согласитесь, ни один частный терапевт тебя за такие деньги не примет. В чем же, так сказать, гешефт? У участников? Да, у участников. Ну, частные медицинские организации, я же вам немножечко ранее сказала, что они выбирают ту медицинскую помощь, которую они хотят, на которую у них есть лицензия оформленная, и которая действительно приносит, наверное, им определенную прибыль, определенный доход. Вот этот процесс контролирует, он может там согласиться, хорошо, если действительно никто этой помощью в регионе не занимается, пускай занимаетесь вы. Или занимаются, но хорошо, в большие очереди вы поможете. Добро. Или вообще фонд здесь в стране? Нет. Нет, фонд оплачивает тот объем медицинской помощи, который определяет все-таки органы исполнительной власти. Потому что политика, вот в сфере здравоохранения, это, безусловно, это их право, их возможность, и мы следуем именно за той политикой. Вы ведь тоже должны понимать, что частные медицинские организации, многие из них оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Для того, чтобы оказать высокотехнологичную медицинскую помощь, нужно иметь дорогостоящие оборудования, нужно иметь хорошо подготовленных докторов и необходимые, скажем так, расходные материалы, которые тоже стоят денег. Поэтому, как у них складывается их финансовая политика, мы не оцениваем. Мы оцениваем в системе обязательного медицинского страхования только качество. Строго говоря, территориальному фонду ОМС без разницы, в какой больнице, государственной или частной, платить деньги за качественно оказанную слуху? За качественную? Абсолютно без разницы. Ну, вернемся к коронавирусу. Главное, чтобы люди были довольны, чтобы они были живы и просто были удовлетворены. Вы же понимаете. Вернемся мы к коронавирусу. Действительно, огромный объем средств сразу же понадобился. И эти деньги надо было где-то взять. И понятно, что врачи в данном случае... Мы ведь за год, меньше чем за год, кардинально поменяли отношение к медикам. Мы хаяли на каждом углу. Кто теперь на это осмелится? И действительно, их силы, а порой полностью, потому что работали они не по 8 часов, выжатые наизнанку, люди, они действительно должны были получать большие деньги. И очень дорогостоящие лекарства. Потом, как вы видите, уже были другие лекарства, они тоже дорогостоящие. Сейчас вот все вышли. Уже десятые рекомендации Минздрава вышли. И там тоже идет изменение схем лечения. Фонду на все это хватает денег? Мы не останемся вообще без финансирования других болезней? Ну, мы постараемся не остаться без финансирования других болезней. Но вот, пользуясь случаем, я хотела бы, конечно, наших врачей поблагодарить. Потому что они действительно показали и свою профессиональную гражданскую позицию. Даже с точки зрения изменения своей квалификации. И был, допустим, хирург, он переучился и работал в красной зоне. Они, все ведь доктора, они любят именно свою профессию, именно свою специальность. Но вот время наступило такое, когда им пришлось это сделать. И вот огромное им спасибо, что они действительно относились очень внимательно, очень щепетильно. И не щадя себя и своего времени к нашим людям, ну, к нашим застрахованным в системе ОМС. Ну, просто вот огромное-огромное спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарочкам, главным врачам, которые переживали за все эти процессы. Потому что на них свалилась несвойственная им задача, которую нужно было решать просто вообще мгновенно. Ведь это же все, как обычно, критикуется. Но давайте мы немножечко все-таки отступим от этого и скажем им спасибо. К сожалению, сейчас не день медицинского работника, но я надеюсь, что когда вот коронавирус немножечко вот уйдет в сторону, все оценят адекватно вот этот вот вклад реально. Действительно, средства были выделены большие. И те виды медицинской помощи, которые были приостановлены, на них предусматривались деньги. Пришлось просто все финансовые потоки немножко сместить и покренить вот туда, где есть действительно реальная необходимость. Мы получаем сообщение от тех, кто сейчас лечится от коронавируса и в больнице, и дома, им выписывают лекарства. Эти лекарства стоят очень дорого. И у зрителей вопрос, а они должны их за собственный счет покупать, или им должны их выдавать, или тут как-то все совместно, когда называют суммы в 30, в 50 тысяч рублей, честно говоря, глаза на лоб вылезают. Ну, я не могу, к сожалению, прокомментировать вот эту тему, она немножечко не моя. Я знаю точно, абсолютно, что во Владимирскую область приходили и средства на приобретение препаратов на амбулаторное звено. И для именно лечения коронавируса. Возможно, их где-то не хватало. Возможно, каких-то препаратов не хватало. Но то, что они были использованы и переданы людям, это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Ведь вы поймите, что спрогнозировать потоки людей, наверное, было действительно сложно. У нас же тоже были какие-то пиковые нагрузки. Где-то немножко все ослабевало. И причем у разных субъектов это было по-разному. Ну, здесь, наверное, тоже мы учились прямо, можно сказать, с колес. Если были какие-то недочеты, ну, наверное, их следует простить, я думаю, сейчас. Еще одна тема реформа фонда ОМС. Она была обозначена в ноябре. У нас есть цитата председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова. Предлагаю ее послушать и продолжить потом разговор. Медицина станет более доступной для россиян. Они смогут лечиться у высококвалифицированных врачей, делать сложные операции и получать другую помощь высокого уровня в любом федеральном центре. Такие центры есть как в Москве, так и в регионах. Они, как правило, оснащены лучше многих клиник. В них работают передовые специалисты. Важно, что помощь граждан останется бесплатной. Человек будет спокойно приезжать в любую федеральную клинику и получать помощь должного уровня, не заботясь о финансировании. Поскольку не очень понятно, что имел в виду уважаемый депутат, давайте попробуем все-таки это. Разобраться? Да, простым человеческим языком. Что нас ждет, что ждет фонд и что ждет пациентов? Ну, я не могу назвать это какой-то громкой реформой. Просто изменилась немножко, скажем так, подчиненность вот этой проблемы. Дело в том, что получение медицинской помощи в федеральных клиниках, в том числе в Москве, в Московской области и в каких-то других крупных медицинских организациях федерального подчинения. Федеральное подчинение – это подчинение Минздраву. Вот, наши больницы, это государственные, они подчинены департаменту здравоохранения, это их учредитель. На федеральном уровне в Москве это, допустим, Минздрав и там в других субъектах тоже есть в федеральной клинике. Отказов в направлении на эту помощь в федеральной клинике у нас не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом, ни ранее. Я вам абсолютно откровенно говорю, я вот записку свою вытащила. 2098 человек пролечились в федеральных клиниках в прошлом году, несмотря на пандемию. 369 миллионов из территориального фонда обязательного медицинского страхования отправлены были на эти цели. Другое дело, что в этом году деньги, которые раньше направлялись территориальным фондом для оплаты помощи в федеральных клиниках, были в территориальных фондах. А с текущего года, с 21-го, они остались в федеральном фонде. Наверное, это логично, потому что они оплачивают и регулируют оказание медицинской помощи в федеральных клиниках по подчинению Минздраву Российской Федерации. Абсолютно это нормально. И Минздрав уже издал приказ о порядке направления на лечение в эти федеральные клиники. Мы его недавно получили, разосали по всем больницам. Поэтому примерно такой же будет порядок направления пациентов, как был и раньше. Будет необходимый набор документов, который был и раньше. И я надеюсь, что эта помощь останется по-прежнему доступной. Но, по крайней мере, мне не приходилось сталкиваться с тем, что кому-то в прошлом, позапрошлом году отказали в направлении в федеральную клинику. Не было такого. И я вам хочу сказать, что на межтерриториальные расчеты из территориального фонда обязательного медицинского страхования в прошлом году ушли средства в объеме 1,7 млрд рублей. В том числе и высокотехнологичная медицинская помощь, и даже не высокотехнологичная, но лечение именно в федеральных клиниках. Таким образом, граница регионов стирается, потому что с полюсом ты можешь по всей стране. С полюсом, да. Но при этом я все равно призываю наших жителей Владимирской области все-таки получать медицинскую помощь здесь. Это не касается, конечно, тех вопросов, которые и той медицинской помощи, которой у нас в субъекте не было никогда. Во многих субъектах ведь нет уникальных каких-то операций. Они действительно есть в паре клиник в стране, и это правильно, и там есть уникальные специалисты, соответствующее оборудование. Туда со всей страны и едут. Но и таких пациентов, скорее всего, не такое огромное количество. Вот мы сейчас говорим об редких болезнях и уникальных пациентах, или все-таки все гораздо более широко? Мы говорим о пациентах и об уникальных, и о пациентах, которые более широко. Нет, действительно, право у человека воспользоваться медицинской помощью за территорией субъекта есть. Но я хочу сказать, что основные виды медицинской помощи, они есть в Владимирской области. И почему мы не доверяем нашим докторам? У нас хорошие доктора, и неплохо они лечат. И не нужно относиться к тому, что за территорией Владимирской области все гораздо-гораздо лучше. Я считаю, что у нас вполне достойно оказывается медицинская помощь, потому что наши экспертизы, в общем-то, показывают, что неплохо лечат наших людей здесь, в Владимирской области. Еще что-то будет в работе фонда ОМС меняться в ближайшие годы, учитывая самые разные проекты федералов, ну и то, что, в конце концов, у фонда начальник поменялся во Владимирской области? Ну, во-первых, мы, конечно, будем по-прежнему очень внимательно и настойчиво ориентировать наши медицинские организации на оказание первичной медицинской помощи в амбулаторном звене. Несмотря на то, что есть серьезная кадровая проблема, кадровый дефицит именно врачей, но, тем не менее, и диспансеризация, и профилактические медицинские осмотры, и диспансерные наблюдения, они должны быть именно там. И есть определенные планы, которые спускает, как бы, федеральный фонд и Минздрав, и мы должны им соответствовать. Они нацелены на то, чтобы было все-таки ранее выявление всевозможных патологий, о которых человек даже и не подозревает. А для этого нужно не бояться идти в больницу. Я понимаю прекрасно, почему люди не очень хотят идти на диспансеризацию, да, потому что это занимает много времени. А там вдруг что-нибудь найдут, лечиться потом. Это есть, да, есть такая психологическая проблема, это абсолютно точно. Может быть, она не на 100%, но тем не менее это есть. Но лучше предупредить заболевание, лучше поймать его на самой вот этой вот первой стадии, чем потом волноваться и казнить себя за то, что ты вовремя не обратился к врачу. Это действительно, это серьезная проблема, проблема социальная. — Большое спасибо, что вы к нам заглянули. Будьте здоровы. — Вы тоже. Спасибо большое. Всем здоровья. О том, как фонд ОМС будет работать в наступившем году, нам рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования области Татьяна Анина. Желаю всем хороших выходных и до встречи на канале «Губерния-33».